Жить по уставу. Запланированы публичные слушания по внесению изменений в устав Щёлковского района. Совет депутатов на своём плановом заседании принял решение об их проведении. Сегодня на заседании Совета были объявлены публичные слушания по внесению изменений в устав Щёлковского муниципального района в связи с тем, что из его состава вышли два поселения и в соответствии с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области. В уставе претерпело изменения, в том числе статья о публичных и общественных слушаниях. Они проводятся при утверждении проектов бюджета района, стратегии социально-экономического развития, генпланов и правил землепользования. Слушания по уставу пройдут 11 июля в конференц-зале районной администрации. На этом же заседании депутаты приняли положение об этике депутата районного совета. Его предложила утвердить Щелковская городская прокуратура. Законодательная ответственность за неисполнение документа не предусмотрена и остаётся на усмотрении самих депутатов. Я считаю, что это очень хороший шаг, потому что всегда, когда с кого-то требуешь, нужно начинать с себя. Ну и кроме этого, всё-таки народные избранники – это те, кого выбирали наши люди, и они должны показывать пример политического поведения как на заседаниях, так и в общении с избирателями. Также депутаты поддержали предложение Щелковского финансового управления о смене источника финансирования универсального спорткомплекса Подмосковья, Щелковской галереи, историко-кровеческого музея и Щелковского театра. В конечном итоге это позволит не только сохранить финансирование этих учреждений, но и увеличить доходы в районный бюджет. Вопрос достаточно серьёзный. Принятие собственности Щелковского района, четырёх учреждений, трёх учреждений по работе по культуре и одно учреждение спорта – это позволит увеличить консолидированный бюджет района. В ходе заседания народные избранники рассмотрели исполнение бюджета района за первый квартал, а также исполнение плана приватизации муниципального имущества. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».